Они поют так, что уже после первого номера – крики «Браво!». После каждого из последующих оркестровая группа то и дело встает поблагодарить публику за продолжительные аплодисменты. В зале не свободных мест – таншлаг на каждом из концертов ансамбля имени Александрова, где бы они ни выступали. За рубежом их называют главным оружием российской армии. Как писали после выступления Александровцев во Франции, они завоевали Париж без единого выстрела. Их голоса звучат в гимне России, музыку которому написал сам Александров. А «Священная война» – тоже, кстати, его творение, и спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной вызывает слезы. В Сочи легендарный ансамбль «Песни и пляски» приехал в полном составе. Все 186 человек – хор, солисты, оркестр и танцоры. Мы всем ансамблем на фестивале первый раз. Безусловно, мы знали, что такой фестиваль в Сочи проводится уже много лет. Вот в этом году, в преддверии годовщины 69-й победы в Великой Отечественной войне, было принято решение, что ансамбль выступит в Сочи на этом фестивале. В их репертуаре – духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой поп-музыки, народные песни и танцы, солдатские пляски. Особое место в репертуаре дважды краснознаменного ансамбля занимают военные песни. Они трогают каждого, особенно тех, кто о войне знает, не из учебников. Армейская песня – это западает в душу так. Я прошел Карабах, Чечню, тут до Ванестана не добрался. Я 15 лет убежал на фронт, и я хорошо понимаю, что такое родина, что такое песня, как она призывает людей к торжеству, к труду, к борьбе. И эта песня, армейская особенно песня, она нужна для патриотического воспитания молодежи. В Сочи ансамбль песни и пляски имени Александрова дал единственный концерт. Уже сегодня артисты отправились в Симферополь, далее – в астроли по Крыму. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...